Музыка Никаких ограничений и свободная атмосфера. Проект Музчат существует в Уфе с 2017 года. Музыканты собираются по четвергам, а присоединиться может любой желающий. Каждый музыкант или, допустим, певец, если он просто занимается вокалом, может прийти и присоединиться к нашим ребятам. Просто подхватить, начать подыгрывать и быть в составе этого всего. Ну и да, у нас нету как такового места. Музчат – это что-то, это где-то, наша любимая фраза. По сути, это джем, но мы называем это коллаборацией, потому что мы не знаем, какие музыканты с каких групп придут, и они играются вместе в конце. И какой из этого получится рисунок музыкальный, мы совершенно не знаем. Организаторы Музчата объединились и создали группу Lobster Band. Играют фолк и блюз с национальным оттенком. И летают по пятам, как будто небо, все красиво. Ну, Курая Найли Рамазанов играет около 20 лет. Инструмент вырезает самый из нестандартного материала, но звук не страдает. Сделал я их из трубы, которую используют, по-моему, для электрики. Музыканты играют в разных местах города – антикафе, бары, концертные сцены. Но, говорят, у парков и улиц своя атмосфера. Зрители, вот они здесь, и они себе сразу могут сказать, нравится им твоя музыка или нет. Это помогает музыканту развиваться. Мы хотим показать, что уличная музыка – это хорошо. И многие крутые музыканты, профессионалы, они начинали с улицы. Наиль Рамазанов задумал объединить уфимских уличных музыкантов в проекте «Урам-юзик». «Урам» с башкирского языка переводится как «Улица». Идея возникла по аналогии с московским проектом «Музыка в метро», где музыканты получают место для выступлений, а пассажиры наслаждаются живым звуком. В парке, скверы, переходы. В центре очень много мест, где можно играть. Мест достаточно, на самом деле, это не проблема. Самое главное, чтобы нам в мэрии разрешили, чтобы нас не гоняли. Какая-то площадка, она должна быть обозначена там либо краской, либо, не знаю, каким-то штендером, или еще чем-то. Вот, что здесь вот играет музыкант. Много музыкантов сидят просто и очень хотят где-нибудь поиграть. Но нет такой площадки. Приняты думать, что отсюда все уезжают куда-нибудь в Писер, в Москву, что-то там искать. Ну, почему бы и нет. Но можно и здесь такое же сделать. К осени ребята планируют собрать подписи в поддержку проекта и начать переговоры с администрацией. «Урам-юзик» станет культурной достопримечательностью Уфы, считают музыканты. «Вряд ли может сказать, сотни лет мы все дышим, с нас не сдать и не взять». А пока Лопстебенд отправляется с проектом «Усчет» впервые в тур по России. Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Москва. Начнут гастроли они в Уфе 4 июля. На сцене Передуаев стал центром Башкирия. Вместе с другими музыкантами обещают подарить незабываемую атмосферу. Алина Гребешкова, Роман Дугуманов, городской телеканал ЮТВ.